Издательство Эксмо. Томас Феллон. Магия на раз-два-три. Невозможно понять, что такое быть матерью или отцом, пока вы сами не попробуете. Каких бы представлений об этой роли вы не имели, первый ребенок в доме будет потрясением, большим потрясением, и вам гарантируется лишь то, что воспитание ребенка будет более трудным и более благодарным делом, чем вы предполагали. Магия на раз-два-три предлагает всем родителям сделать воспитание детей своей профессией и получить некую профессиональную подготовку, которая облегчит эту работу. Обучение не должно длиться годами, и не нужно штудировать горы книг из библиотеки. Вам достаточно одной книги. Базовые правила эффективного воспитания. Все начинается с базовой философии воспитания или общего знакомства с работой родителей. Пусть характер работы меняется по мере роста детей. Эффективный отец или мать обладают двумя важными качествами. Первое. С одной стороны, родители теплые и доброжелательные. Второе. С другой, требовательные и твердые. Быть теплым и доброжелательным означает заботиться об эмоциональных и физических потребностях ребенка. Вы должны его кормить, обеспечивать безопасную обстановку, одевать, соответственно, возрасту и погоде и делать все, чтобы он спал достаточно времени. Теплота и доброжелательность – это еще и чуткость к переживаниям ребенка. Это значит, что вы делите с ним радость от знакомства с новым другом, успокаиваете, когда он роняет мороженое, сочувствием выслушиваете гневный рассказ о несправедливом учителе. Теплота и доброжелательность также означают, что ребенок вам нравится, то есть вы не просто по-родительски любите его, а получаете удовольствие от его общества. Другие важные черты характера отца или матери – это твердость и требовательность. У хороших родителей есть определенные ожидания от ребенка. Например, они ждут корректного поведения в школе, уважения к взрослым, усердных занятий и тренировок, а также добрых отношений с друзьями. Родители полагают, что дети будут следовать правилам и помогать другим людям, а еще иногда сталкиваются с проблемами, которые кажутся трудными или пугающими. Другими словами, эффективные родители ожидают, что их дети будут уважать правила и ограничения, которые накладываются на их поведение, а когда вырастут, смогут справляться с превратностями жизни, которых, как вы знаете, немало. Эти два родительских качества – теплота, доброжелательность и твердость, требовательность – не противоречат друг другу. В некоторых ситуациях требуется первое, в иных – второе, а иногда и то, и другое. Например, что если ваша дочь ударила брата? Здесь нужна требовательная сторона воспитания. А если дочь без напоминания покормила собаку? Наступает очередь теплоты. А когда пора укладываться в кровать, необходимо теплота и твердость. Теплота означает, что вы уютно устраиваетесь в кровати с ребенком и посвящаете 15 минут сказке перед сном. С другой стороны, необходима твердость, чтобы ребенок подготовился ко сну, почистил зубы, принял ванну или душ, переоделся в пижаму и так далее, прежде, чем вы начнете рассказывать сказку. А в девять часов вы твердо скажете, что пора гасить свет без всяких «но» и «если». Такая философия воспитания несет ребенку следующие послания. Первое. Теплое и доброжелательное. Я люблю тебя и забочусь о тебе. Второе. Твердое и требовательное. Я кое-чего ожидаю от тебя. Почему необходимы оба подхода? Теплый и доброжелательный и твердый и требовательный? Есть две причины. Первая проста. Радость. Было бы здорово, если бы вы могли радоваться детям, которые растут в вашем доме. Они такие милые и забавные, что замечательное время их детства. Вы не забудете никогда. Вторая причина. Немного грустная. Вы хотите, чтобы ребенок вырос, стал самостоятельным и однажды покинул дом. Теплота и требовательность означают поощрение ребенка к независимости и уважение к этой возрастающей независимости. Доброжелательность и твердость показывают, что вы не будете слишком оберегать и опекать ребенка. Он будет получать все больше самостоятельности по мере взросления. Когда наш старший в первый раз сам отправился в школу за пять кварталов, я был уверен, он никогда не вернется обратно. Сын вернулся в лучшем виде, и я получил урок. Он независим и приобретает все больше новых навыков. Стиль родительского воспитания. Автоматический или осознанный? Существует два стиля родительского воспитания. Автоматический и осознанный. Автоматические действия – это ваши спонтанные поступки, без какого-либо их обдумывания, и уж, конечно, без каких-либо тренировок. Так вы, например, поднимаете и утешаете двухлетнего малыша, который только что шлепнулся на дороге. Утешение расстроенного ребенка – это положительный пример, но автоматические действия могут быть и не столь хорошими. Например, мама срывается на крик, когда семилетняя дочь никак не хочет укладываться спать, потому что в ее кладовке кто-то скребется. Вот что вы будете делать с магией на раз-два-три. Первое. Придерживаться своих положительных привычек. Вы обнаружите, что некоторые ваши благотворные родительские порывы уже являются частью программы. Например, вы уже умеете слушать и хвалить ребенка за приложенные усилия. Второе. Выявлять вредные, бесполезные и нарушающие душевное равновесие автоматические привычки. Пока вы слушаете эту книгу, подумайте, как вы замените эти действия разумными, уважительными и полезными приемами магии на раз-два-три. Третье. Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Усердно и осознанно работайте, пока новые методы не станут автоматическими. Поскольку магия на раз-два-три работает прекрасно, вы постепенно получите положительную обратную связь. И это значительно облегчит превращение автоматического в осознанное. Ваши автоматические привычки являются моделью поведения для ребенка. Дети прекрасные имитаторы. Они многому учатся, просто наблюдая за вашим поведением. Если вы проявляете уважение к другим людям, дети, скорее всего, будут делать то же самое. Если вы вопите, ругаетесь, когда на дороге вас подрезает другой водитель, то дети... Вы поняли, о чем я. Следовательно, ваша цель – эффективное автоматическое воспитание. Поначалу этот подход потребует некоторой сосредоточенности и усилий. Но с каждым днем вам и вашей семье будет легче и легче.